Вы на канале Криптона и в этом видео вы узнаете, что такое диверсификация, а также мы разберем такую важную тему, как распределение своих активов. Подписывайся на канал, а мы начинаем. Вся наша жизнь в широком смысле состоит из инвестиций. Каждый день мы инвестируем свои силы, время и деньги. По сути, мы все являемся инвесторами, и от того, насколько грамотно мы используем свои ресурсы, и зависит наше благополучие и уровень жизни. Именно поэтому богатых людей значительно меньше, чем остальных. Так как большинство людей чаще всего инвестируют свое время в бесполезные занятия, тратят деньги на бесполезные покупки и также иррационально рискуют своими сбережениями. Это простые истины из нашей повседневной жизни, работают везде, в том числе и в мире криптовалюты. Все успешные инвесторы, холдеры стали таковыми не просто так. Одним из главных ключей к их успеху является то, что каждый из них имеет четкое представление о том, как лучше взаимодействовать со своими активами, какую стратегию лучше использовать для распределения средств и каким образом минимизировать все возможные риски для их инвестиции. Помните, на удачу большую сумму денег в долгосрочной перспективе не заработать. Да, вы можете встретить инвестора, который все свои деньги вложил в один актив, и на ваших глазах он сделал x100. Но знайте, что такой инвестор заработал только в краткосрочной перспективе. С такой стратегией он не сможет стабильно увеличивать свой банк и рано или поздно с таким же успехом потеряет 99% своих средств. Все эти проблемы решают диверсификации портфеля и о том, как он работает, расскажу в этом видео. Приступим. Что такое диверсификация и распределение активов? Не буду грузить вас сухими терминами. Вместо этого простыми словами объясню, что это такое. Существует множество стратегий и способов распределения своих активов. Разумеется, основная их цель заключается в том, чтобы максимально минимизировать риски для наших вложений. Диверсификация является одной из таких стратегий. Кухонным языком ее основной принцип звучит так. Не класть все яйца в одну корзину. Давайте сразу перейдем к примеру. Представим такую ситуацию. У меня есть определенная сумма денег, которую я хочу вложить в какой-то актив. Это мой банк, и я решил целиком вложить его в биткоин. Но так как биткоин является слишком волатильным активом, и сегодня может стоить 20 тысяч долларов, завтра 60 тысяч, а послезавтра 10 тысяч, то риск будет слишком велик. А вложили мы все наши сбережения. Поэтому этот вариант нам не подходит. Рассмотрим другой вариант. Только сейчас, вместо того, чтобы вложить все свои деньги в одну монету, я решаюсь разделить банк на две части и вложить деньги в две разные монеты. Для примера, пусть это будет биткоин и эфириум. В надежде, что таким образом я смогу обезопасить себя от потерь, на случай, если цена одного из активов упадет вниз. На первый взгляд, может показаться, что этот вариант нам подходит больше. И в принципе, так оно и есть. Но в данном случае, мы рискуем меньше, чем в предыдущем варианте. Но главная загвоздка заключается в том, что биткоин и эфир представляют один сектор, который называется криптовалюты. Соответственно, в случае, если биткоин упадет в цене, то, скорее всего, за ним последуют и другие криптовалюты. Поэтому этот вариант нам тоже не подходит. Но что, если мы возьмем наш банк и распределим его следующим образом? 40% вкладываем в акции, 30% в криптовалюты, 20% в драгоценные металлы и 10% в наличные. Таким образом, мы вложили наши деньги в четыре разных актива, которые никак не связаны между собой. И в случае, если весь сектор криптовалюты будет падать в цене, это никак не помешает другим нашим активам по типу акций и драгоценных металлов расти в цене. А также компенсирует потенциальные потери. Так как криптовалюта не связана с фондовым рынком и драгоценными металлами, а фондовый рынок не связан с драгоценными металлами и криптовалютой. Это и есть основной принцип диверсификации. Также не забудем уделить внимание нашим 30%, которые мы вложили в криптовалюту. Тут нам тоже надо привести диверсификацию, распределив криптовалютный портфель таким образом, чтобы каждая монета как можно меньше коррелировала между собой. Пример. 50% вложен в биткоин, 25% в криптовалюту с большой капитализацией, 15% в криптовалюту со средней капитализацией и 10% в криптовалюту с малой капитализацией. По такому же принципу нам стоит разделить и портфель из акций. Например. 50% акций в технологичные компании, 20% акций в эко-компании, 20% акций в медицинских компании и 10% в акции компании электрокаров. И с драгоценными металлами то же самое. Напомню, в данном случае мы просто приводим пример. Мы не рекомендуем покупать какие-либо криптовалюты или акции, тем более распределять свой банк в таких соотношениях, которые мы привели в примере. Это просто пример, чтобы вы поняли основную суть. Он не несет за собой никакого анализа. Поздравляю, теперь вы знаете, что такое диверсификация портфеля и умеете минимизировать риски для своих инвестиций. Подписывайтесь на канал и наши соцсети, где можете получать еще больше полезного и интересного контента. Ссылки в описании.